Всем привет! Мы пошли в бункер и ту военную часть, в которой якобы хранятся радиоактивные отходы. У всех приличных блогеров должен быть сталк. Вот у нас с Сашей получился сталк до заброшенной военной части. Через необъятные просторы нашей Родины. Через три с половиной километра. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас нас опять с тобой за каких-то бандитов приемом. С моим-то лицом как раз на бандитов похоже, да? Пошли. В этой деревне я не был с детства. Я не помню в каком классе, но я сюда приезжал, точнее не сюда, а в ту деревню, в которую мы сейчас пойдем. Приезжали туда кому-то в гости, какой-то бабушке. И... Я, короче, Санек не помню возраст. Давно это дело было. Все скорее, наверное, либо я был в последней группе в садике, либо это был какой-нибудь первый класс. Где-то примерно так. Может, они, конечно, нас и не видели, но все равно в парк. Что, в эту хрень не полезем, да? Тут ничего такого нет. В общем, как-то так. Ну... Туда ехали нас никто не видел. Ехали назад. Я думаю, неужели нас никто не видит? Что твоей теории не сбудется. Будет уже отъехали от домика этого труда, километра четыре, и может нас догонять на мотороллере. Ну, это нормально, я говорю, еще ни разу видел. Еще ни разу не было такого. Почему я и не верю, что никто не видел. Вот если через эту деревню идти, то база вон там где-то. Я перепутал с тем лесом, там все скорее уже где-то аэродром. Я вот все смотрю. Видишь, вон в поле тоже дорога есть, да? Может, все-таки через поля тут как-то можно пройти? Там просто река. Меня вот что смущает, что если мы сейчас через деревню пройдем, а, к примеру, там нету это, ну, моста через реку, и мы с тобой вот так встанем и скажем, опа... Я по карте смотрел там... По карте вот здесь есть дорога, вот в этой деревне... Ну как, должен мост тут видеть? Ну там нету, там подходит фото. Вон, видишь, где вон те кусты? Подходит эта, как ее... Дорога, а что дальше, там непонятно. И дальше идти через поле, если оно вот такое паханное, мы замучимся по нему идти. Ну да. Да, мощно. Давай по карте посмотрим. Может, мы опять не туда зашли. Ник его знает. Да. Ну, подожди. Мы с тобой, знаешь, куда подошли? Мы с тобой как раз подошли к этому месту на карте, где, я тебе говорил, к реке. Ты видишь, надо было ходить просто. Ну, где-то, знаешь, поворот там, я не знаю. Ну что, здесь так дорвание? Поехали здесь. Раз уж мы пришли не туда. Мы с тобой зашли в деревню, а нам надо было от остановки в ту сторону идти. Ну ладно, бывает. Ха-ха-ха-ха. Ну что, можно тут пройти? Это, типа, мост, да? Ну все, реку нашли, пройти можно. Тут теперь получается, нам вот относительно тебя, вон надо вдоль того леса идти. Ну что, обратно тогда через деревню, через ту пройдем или как? В общем, зашли мы в какие-то ебене, как всегда. Хрен его знает, че, где. Нету? Ну тогда че, нас ждет увлекательное путешествие через поля. Куда идем, не знаю. Если че, выберите фотографии для поиска Лизы Алерт, покрасившие. У меня очень много альбомов, выбирайте любую. Идем в тот лес. Ну че, похоже это на дорогу? Вот, прям по курсу. Или это так деревья просто? Вот тропинка через нее. Как всегда, в какую-то непонятную местность залезли с кривыми деревьями. Жара. Так, ребята, че-то я немного проебал дорогу. Нам пришлось переться через поле. Вот, по идее, первый бункер должен быть вон там. Вот в этом лесу. Вон тот. А уж как на самом деле, сейчас увидим. Че, ты решил тоже куртку снять? Да не, жарко, жарко. Это че, у них столько получается? Кукурузы здесь много было. Вот сейчас мы стоим по карте Google. Вот здесь, вот именно на этом месте, заявлено, что оттуда вот так туда идет дорога. Но, как сами видите, никакой дороги здесь нет. Вот так вот, ребята. Хорошо, я буквально недавно лазил по полям, по болотистым. Мне уже привычно. Вон те холмы, возможно, и есть тот бункер. Слушай, а знаешь, че думаю? Пойдем вот здесь вот, пройдем вдоль леса. Потому что там все заросло, не особо хочется лезть. Нет, это какой-то первый сарай непонятный. Так, что там снова? Дом культуры. Слушай, ты смотри, тут какие холмы. Угу. Угу. Может, это и есть вот эти бункера 2? Там, наверное, тот трактор. Так, это у нас к тому сараю, да? Не, ну слушай, ну суть по всему, вон дорога. Вот как положено. И вон та прямая дорога, которая идет к этой базе. Точнее, военной части. Меня опять Миша обвинит, что я американский шпион. База, база всегда. Мы сейчас входим как раз в лес, где находится эта база. Поэтому сейчас будем снимать непрерывную... Ну да, сейчас увидим, что это. Поехали. Это, я так понимаю, какой-то дом. А? А? Конечно. Это здесь, говорят, был дом этих. Слушай, мне кажется, тут есть другая дорога. Или ты хочешь через дебри? Здесь вот должна быть дорога. Вот она прямая, мне кажется, была вот здесь вдоль этих деревьев. Я вот с этой стороны зайду, здесь больше построек. Заодно сниму пока общие планы. Ты поглядывай, тут где-то должны быть таблички с надписью «Заражено». Я хотел бы увидеть хоть одну. Вот всё, что осталось от былого величия военной части. Ладно. Идём обследовать на месте. Ну вон, Саш, едет этот. Трактор по полю. Я даже не знаю, какой он. Трактор по полю. Ну чё? Чё-нибудь хоть осталось? Трактор по полю. О! А вот и противогаз. Первый артефакт мы нашли. Бедненький. Сгнил весь. Ты только под ноги смотри. Мало ли чё тут. Вон тут какие-то грибы. Непонятные. Так, с этой стороны я точно не смогу зайти. Поэтому я попробую ещё раз. Стой. Я, знаешь ли, чё думаю. Может, это вот в той части таблички должны быть. Но там вот вроде были такие столбы. Я думаю, местные растащили все таблички давно. Вон тут грибов-то сколько. Слушай, я надеюсь, я тут не провалюсь. Вот видите, люди, что нам даёт время, когда вокруг бушует коронавирус. Можно расслабиться и лазить где угодно. Потому что какая разница, если вы помрёте от коронавируса или от вакцинации от коронавируса или вы просто проведёте время в экзотических местах, которые якобы находятся с этими... с радиоактивными отходами. Не боясь ничего. Вот это я очканул. Видели, да? Что у нас здесь? Ну, как сами видите, полная разруха. Полная. Я вообще думал, что-то вот отсюда падает сначала. Но оказалось, это всего лишь моё воображение. Ладно. Ну, пойдём дальше. Посмотрим, что тут есть ещё. Сашка, ты где? А, ты там? Я прошёл. Я прошёл. Я прошёл. Какое? Ну, ты где там прошёл-то? Нет, я имею в виду, ты по дороге обошёл или здесь через дебри лез? Ладно, я сейчас вот сюда сначала схожу. Посмотрю, что тут. Вот это круто. Я так понимаю, здесь дома офицеров были. Ты видел здесь ели какие посажены? Это не просто так ёлки стоят. Круто. Вот такие ели здесь. Представляю, как тут было красиво. Вон, асфальт. Сашка, я асфальт нашёл. Точно здесь какой-нибудь плац был. Даже не знаешь, в какую сторону в первую пойти смотреть. Ладно. Вот это мне интересно, что. Гараж, казарма, что это было? Там вон дальше ещё какое-то здание. Слушай, мне кажется, это столовка была какая-то, суть по плитам. Вон, плитка какая-то. Ну, похоже, да, душевые как будто. Какие годы были? Слушай, я сейчас не вспомню, какие года. У меня знаешь, ты читал новые признаки коронавируса? Потеря памяти. Так что у меня один из признаков новых коронавируса. Я не помню в каком году, хоть и читал. Ну да, похоже на какой-то, да? Вот здесь уже, смотри, плитки нет. Здесь, значит, ещё другое было. Это, наверное, был корпус какой-нибудь. Вон ещё один дом стоит. Я не знаю, мне Андрей говорил, что бункер один должен быть где-то на этой, ну, территории. Но где точно, хрен его знает. Тоже вон тут плиты какие-то. Это что там за блиндаж зелёный? Так я тебе говорю, тут у меня глаза разбегаются, в какую сторону ломиться. Всё по порядку. Ну вот давай тогда дойдём до конца и пойдём в обратном направлении. Потому что хочется посмотреть всё и сразу и желательно никуда, чтоб не провалиться. Вон, смотри, там ямище какая. Сесть в туалет, не провалиться. А? Чтобы не провалиться, съесть в туалет. Это точно. Вон, панкс нодэд. Чтобы потом приедем, на ветрис ехать. Не, давай сначала дома, потом аллейки. Думаешь? Давай посмотрим. Не, нет земля. Асфальта нет. Либо он был, но исчез. Так. Тумбочка. Вон, ещё какая-то постройка сзади этой постройки. А я давно на это место. Вон, 1974 год. На здании написано. Так понимаю, это электростанция была ихняя. Кстати, о сельских туалетах. Это вот не он? Да, она что-то в 2000 каком-то вроде там кто-то писал. Закрылась-то. Вот тебе, пожалуйста. Ноябрь. Ну-ка. Ноябрь. 1974 года. Вот. Тебе ответ на твой вопрос. Выглядит как будто 1870. Да уж ладно. Так, что за яма? У меня дом. Ровесенький, между прочим. Мой дом тут. Слушай, тут что-то копали постоянно. Да? Где? Нет, что-то у меня... Ну, вот уже войдем в школу. Наверное, 6. В общем, там 4 километра пешком внутрь. Да? Да. А вот в здании написано 7 серверов. Наверное, это... Какое-нибудь электричество там было. Там подвал 2. Ну, да? Ну, туда уже не спустишься. Отпильный отмоток, парень. Так. Что-то очень интересно. Всё-то очень интересно. В общем, как всегда, лезу не пойми куда. Ничего не вижу. Что, телевизор, что ли, стар? Я не знаю, чего это. Да, это старый телевизор. Здесь смотреть нечего. Здесь вообще ничего нет. А туда, походу, вон через все двери можно зайти. Но я не знаю, стоит ли. Ну, что там? Шляпа. Голые стены. Ну, сейчас посмотрим. Так. Ну, да. Сами видите. Смотреть там нечего. Сейчас мы сделаем вот так. В общем, идём в следующее здание. Опа. Загвоздик зацепился. А ямы тут что-то глубокие. Так, вот в такую упадёшь. Ноги переломаешь, как нечего делать. Так. Ну, что там видно? Повередная яма. А она просто купила. Всё, 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 всё. Жесть. Жесть, конечно. да я бы тут не стал с ночевкой оставаться ни за какие ковришки да что-то стрёмное место я в плане того что тут это это блин это тени ковид здесь можно чем ты посерьезнее подхватить бы так что я бы сюда не пошел ночевать так да сортиром пахнет натурально я знаю что не пойму все сойдет за кота феликса что тут все перерыли сколько что-то всего был то знаешь был что тут спереть то не ленились до копальта ну чё надеюсь не заминировано вон кто-то в 2017-м в 14 запах тут конечно отвратительнейший я даже не знаю как его описать что тут какое-то странное название на одной стене ну в общем как вы сами видите ловить здесь нечего экзотики тут никакой ладно выходе куда чё вон тот сарай пойдем смотреть да пошли это не такой шарик это уже более современный как я уже подозреваю бункера на этой территории нет скорее всего это в том лесу и территорию с надписью все бля меня уже зомбировали настолько знаешь как мне мозг выдал эту надпись начиная с буквы ко я уже и автоматом прочитал как коронавирус хотел сказать ты смотри тут уже кто-то был а это оказывается совсем другая надпись вот так вот ребята даже меня можно зомбировать вот здесь а чё уж говорить о вас вы вот так вот сидите дома в норках не читайте ни книг ничего вот я отдаю гарантию базу по тестам на коронавирус которую отправляли до в 2017 году судя по тому этому сайту ну хоть кто-то посмотрел ее мне вот просто интересно кроме саши и еще одного саши ну может быть денис посмотрел а кто-нибудь еще смотрел я думаю нет все как всегда все проигнорировали а а потом сидят вот так в норках прячутся написано что там кабак идем проверим о а вот тут уже нужен фонарь хотя нет глаза начинают привыкать не взорвался да тут что-то и правда какие-то бутылки валяются ну ка видно вообще здесь что-либо или надо включить вспышку при вспышке конечно лучше не стало я достал фонарик фонарик у меня к сожалению этот йог ну если кто-то из вас знает как поменять светодиод фонарики пожалуйста подскажите то есть я в этом не шарю совсем так ну чё здесь в принципе помойка она и в африке помойка вряд ли это ящик с чем-то полезным но но здесь . сейчас мы почитаем что на ней написано ответственное за противопожарное состояние прапорщик мишин н.п. вот так вот ребят прапорщик мишин а вы знали что прапорщиков дошибает когда ими руководит человек который не был даже в армии то есть их это прямо убивает я просто когда работал москве в охране я был начальником смены охраны у прапорщиков представляете как они себя чувствуют тут нет ничего сашка тут только одно говно и вот либо труба какая-то торчит смотри в землю уходит либо это просто чего-то торчит надо что-то туда бросить ну чё далеко полметра тогда не интересно не слушай а может она уже мусором забита поэтому полметра там ты лазил уже там чё сейчас я быстро здесь гляну что-то где есть тоже интересно вот здесь я еще поверю что здесь биологическое оружие рассыпано не то чтобы я боялся но ну его нахуй это вам не ковид 19 здесь можно реально чем-то вдохнуть наушники что что настоящие ну он тоже что-то противогаза от какого-то валяется я знаю куда прийти-то треугольник со свастикой а это я видел слово хуй а вот это швед хореза или хорез я не знаю что это если кто-то знает напишите есть кстати классные ботинки кому нужны ботинки приезжайте забирайте шнурки свои слушай а в натуре вот так бы да их найти бы их так лет хуй знает сколько назад они еще были в хорошем цене это обычная кроссовка уже новая это вот какие-то блять пиздёвые кожаные кожа настоящая даже не испортились да не ну все оно как говорится не то да не ну продать кому-то эти ботинки ну что там что теперь произошло так документация начальника документация начальника ада ну когда еще попадешь в ад так надо сфоткать чё больше ничего суши а это вон там чё блять не бункер или что царай которому подходить зачем а нет сарайка сарай вон а вот это вот блять я не знаю кто да блин этот нехороший человек хабаровский край ой ребят идите нахуй такая-то true killer программа пишет откуда не а суть в другом ты понимаешь человек должен этим как они называются коллектором а звонят-то мне а потому что он же не знает что симка сделанная на него у меня может это бункер хотя может это просто а он в тот сарай не пойдем ну и чё-то ты спускался проломлен сейчас я быстро туда схожу похоже нам придется знаешь с тобой это видео резать на несколько частей а то его никто смотреть не будет я блин знаю смотрит но я же вижу кто сколько смотрит там же показывает интервал просмотра видео редкое видео которое длинное просматривается целиком это у него начало или это задняя часть прикольно очень интересно здесь раньше крыша была да это вот по ходу я тебе говорю мне ёкнул фонарь да у меня сгорел диод видишь у меня черное пятно посередине стал вот короче накрылся это то ради чего мы пришли жуть ну ты давай еще блять накаркой нахуй я сейчас вообще тогда туда не пойду я всегда думаю только о хорошем так ладно думать о хорошем я буду немножко по-другому